Добрый день, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена работе с кассовыми аппаратами и изменениями, которые нас в этом году коснулись этого блока. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно, например, время проведения вебинара или вы не успели досмотреть его до конца, то вы можете позже вернуться на сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, соответственно, вы можете посмотреть этот вебинар, может, еще какие-то вас заинтересуют. Так что мы будем рады оказаться вам полезным и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева Галина. Вы видите и мои контактные данные на телефоне. Итак, начинаем наше увлекательное путешествие по законодательству. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара, это, во-первых, расширение полномочий ФНС. Во-вторых, из новых полномочий ФНС мы поговорим про блокировку терминалов и терминалов расчетов. Обратите внимание, если вдруг мы не использовали ККТ. Поговорим про правила проведения проверок, потому что их коснулись некоторые, ну, скажем так, усовершенствования. Мы поговорим, естественно, про дополнительные отчеты, сервисы, в общем, все, что с этим связано. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Ну, нормативные материалы мы с будем смотреть по слайдам, вот таким вот образом, и будем переключаться на демо-конфигурации, вот таким образом, и будем с вами, соответственно, смотреть и по ERP, и по бухгалтерии. Ну, естественно, на словах я буду озвучивать некоторые другие моменты, но смотреть мы будем по вот этим демо-конфигурациям. Сразу, пока мы не переключились обратно на слайды, хочу сделать небольшое отступление. То есть, поскольку у нас, к сожалению, Новый год начинается с достаточно больших изменений и в законодательстве, и в практике, ну, естественно, это вызывает изменения и в программном обеспечении. То есть, нужно смотреть за актуальностью. Особенно сейчас, когда у нас идет закрытие кода и закрытие разных других отчетных налогов, отчетно-отчетности регламентированной и, соответственно, налоговой, то актуальность релиза надо проверять в первую очередь. Посмотреть мы можем вот по этой пиктограммке. Она есть практически во всех конфигурациях. Вот сейчас мы с вами смотрим это на примере ERP. Если мы переключимся с вами на пример бухгалтерии, то видите, здесь у нас абсолютно такая же верхняя линейка. И точно так же мы можем посмотреть через эту ссылку сведения о программе. Вот такая пиктограммка и в точке. Это есть сведения о программе. То есть, первая строка это релиз платформы и вторая, вот это, это уже релиз вашей конфигурации. То есть, вот на бухгалтерии, как вы видите, у меня 132 релиз. То есть, это не самый последний, не самый актуальный. Поэтому обратите внимание на то, чтобы у вас стояло обновление соответствующее. Сейчас 143 пошел. Так, и возвращаемся обратно на ERP-шную демобазу. Здесь у нас точно так же по сведениям о программе. Мы можем посмотреть, вот по ERP у нас 12-й релиз. То есть, мы посмотрели, убедились, что все у нас актуально и регламентированные формы отчетов и другая информация. То есть, соответственно, мы спокойно, с чистой совестью можем продолжать двигаться дальше. Снова возвращаемся с вами к нашим слайдам и поговорим вот о чем. Ну, из приятных новостей у нас на 2024 год продлен мораторий на проверке. То есть, у нас мораторий действовал на 2023 год. И постановление, вы видите, выделено на экране жирным шрифтом. У нас датировано 14 декабря прошлого года, 21,40. То есть, соответственно, продлен мораторий на проверке на 2024 год. То есть, что у нас сейчас происходит по кассовому оборудованию в связи с этим мораторием? То есть, сейчас у нас налоговая может проверить применение ККТ только вне планового. Ну, в принципе, это не такая большая новость, потому что плановые проверки, наверное, практикующие предприятия, кто занимается розничной торговлей, например, и работает с контрольно-кассовой техникой. Уже и забыли, когда последний раз плановые проверки были. То есть, в этом случае у нас проверка организована по инициативе руководителя налоговой службы, либо его зама. Ну, даже если вы очень внимательно будете проверять постановление о проведении налоговой проверки, к сожалению, это не избавит вас от последствий и от санкций, если что-то обнаружится. Ну, и, соответственно, кроме того, что подписан документ должен быть либо руководителем, либо его замом, должно стоять требование, почему проводится такая проверка. То есть, например, касса не передавала фискальные данные в налоговую в течение 60 дней и более. Ну, и также может быть и к индикаторам риска отнесено количество кассовых чеков, которые сделаны по операциям коррекции. То есть, если у вас много корректирующих чеков больше 30 процентов или у вас возвраты покупателям оформлены тоже более 30 процентов чеков. То есть, вот это как бы маркеры в связи с чем у вас может быть инициирована вне плановая проверка. Есть еще некоторые моменты, на которые надо обратить внимание. То есть, вместо проверок налоговая сейчас может проводить контрольно-надзорные мероприятия вообще без вашего участия. То есть, естественно, это документарные проверки, выездные обследования. То есть, проверить, например, адрес регистрации контрольно-кассового аппарата соответствует ли заявленному. То есть, если вы заявили адрес, допустим, один, сотрудники налоговых органов приехали, а там кассовым аппаратом и не пахнет, но он работает. Ну и, соответственно, контроль на закупке все ли пробивается, нет ли нарушения в отражении, то есть, занижение выручки и так далее. Обратите внимание, что в этом случае, если это не проверка, а контрольно-надзорное мероприятие, то разрешение прокуратуры в таких случаях не потребуется. То есть, нет необходимости такие разрешения выдавать налоговикам, и вы, естественно, не можете их с них требовать. Ну и профилактика. Это, соответственно, как можно больше информации размещать о существующих правилах, ну то есть, задавать соответствующие консультации и пугать штрафами. То есть, на самом деле, эта функция налоговикам удается особенно хорошо. То есть, информация о штрафах сейчас присутствует во всех, практически на всех информационных ресурсах и так далее. И, собственно говоря, по телефону горячей линии можно получить очень неплохую консультацию и все, что связано с работой кассовых органов. Ну, объявлять предостережение и профилактический визит. То есть, репетировать, так сказать, личный визит и его последствия. То есть, на самом деле, здесь нет ничего нового. Вот эти все действия уже давно применяются, обкатаны и, наверное, уже доведены до автоматизма. Нужноство здесь заключается вот в чем. Что на самом деле расширен ассортимент, если можно так выразиться, действий, которые сейчас налоговики могут применять. То есть, документальные проверки, выездные обследования, контрольные закупки применялись уже очень давно и практически уже вошли, наверное, в привычный алгоритм действий. На что нужно обратить внимание? То есть, если вы дали налоговикам повод подозревать, что вы проводите сокрытие доходов, то есть, либо не пробиваете все чеки, либо не пробиваете какие-то конкретно, например, у вас стоит кассовый терминал и терминал расчетов. И, например, по терминалу расчетов операции проходят, а пока все чеки отсутствуют. Либо, если вы больше двух месяцев не пробиваете чеков. Одно дело, если, например, у вас предприятие закрыто, там, на ремонт, на реконструкцию, на переоборудование, ну, на что угодно, то есть, реально не работает. Ну, естественно, совершенно другая картина будет, если предприятие работает, все как бы в соответствии с жизнеспособной организацией, а де-факто кассовые чеки отсутствуют. Как я уже говорила, если доля коррекционных чеков у нас высокая или доля чеков на возврат у нас высокая. А вот на что обратить контроль, обратить внимание, это обратите внимание на оперативный контроль. То есть, теперь у нас проверки могут быть и очными, и дистанционными. Плюс к этому на ГВК разрешено использовать аудио и видео аппаратуру. То есть, материалы аудиозаписи, видеозаписи у нас теперь играют роль и, соответственно, могут являться подтверждением либо вашей добросовестности, либо недобросовестности. И также, в принципе, как это было и раньше, налоговики могут привлекать сотрудников силовых органов, то есть, полиции, ФСБ, ну, если там какие-то специалисты другого профиля, например, IT-специалисты или еще что-то, то, естественно, они могут привлекать таких сотрудников и осуществлять выемку документов. Вот это, обратите внимание, выемка и документов, и контрольно-кассовая и, соответственно, компьютерная техника. Ну, и инициировать проверку, то есть, пересчетом наличных денег в кассе они тоже имеют право. Потому что раньше, допустим, если проведение очной проверки, то есть, приходили с проверкой, то приходили обычно сразу связки с сотрудниками полиции или милиции, кому как повезло, как они назывались. И сразу коллегиально проводили проверку документов разрешительных, регистрационных, то есть, проверку, например, если уж сильно с пристрастием, то договоров на материальную ответственность кассовых работников, ну, то есть, все документы, которые сопровождают работу контрольно-кассового оборудования. Сейчас наличные деньги они тоже имеют право пересчитать, то есть, проверить соответствие кассовых остатков к кассовым показателям. Если вы, например, с утра забыли оформить выдачу размена или забыли оформить передачу выручки в главную кассу, то в связи с этим у вас будет зафиксировано нарушение. Еще одна тонкость – это по дистанционным проверкам. А вот здесь вот обратите особое внимание, потому что при слове «дистанционное» нужно уже насторожиться. То есть, это на самом деле кассовая техника, то есть, налоговые органы напрямую подключаются к вашему оборудованию и, соответственно, считывают и фискальные накопители, и, ну, естественно, кабинет ККТ, и напрямую работают с вашими, ну, то есть, со всей вашей документацией, которая расположена в интернете, в личных кабинетах и так далее. Вот на что еще обратить внимание, что, естественно, поскольку распоряжение поступило о том, что у нас дистанционные проверки, то есть, налоговики вправе дистанционно подключиться к вам даже, более того, если у вас не особо внимательные сотрудники, они могут этого и не убедить. Но, естественно, в этом случае обмен с налоговыми органами, документами у нас только через ЭДО, то есть нужно проверять актуальность ваших подписей, полномочий и так далее. И, соответственно, проверьте, пожалуйста, документы, которые подтверждают полномочия ваших сотрудников, то есть наличие машиночитаемых доверенностей или другим образом оформленных документов на право работы с денежной наличностью и с контрольно-кассовой техникой. С этого года у нас еще один момент, но это даже не сказать с усиленного введения, то есть у нас установлен новый способ предоставления кассового чека, теперь он может направляться на систематизированный ресурс «Мои чеки онлайн». То есть «Мои чеки онлайн» – это, в общем-то, сайт, который создан при поддержке налоговой службы, где сохраняются чеки. Покупатель может в любой момент посмотреть все выставленные чеки. Ну, естественно, если он при покупке указывал адрес электронной почты или номер телефона. То есть номер телефона у нас может быть привязан через оплату, например, через систему быстрых платежей. Ну, в некотором роде для предпринимателей это может быть и плюс, поскольку все-таки кассовая лента у нас достаточно дорогая. Ну, то есть вроде как в этом случае налоговые органы беспокоятся о снижении издержек обращения. Обратите внимание, что освобождены от применения контрольно-кассовой техники предприниматели, которые оказывают услуги населению в сфере образования, физкультуры и спорта, а также платежные агрегаторы. Но прежде чем опираться на такой пункт, вам все-таки нужно немножко времени уделить, так сказать, правовому обоснованию и проверить списки как бы сфер деятельности, в которых действительно освобождены от применения контрольно-кассовой техники, поскольку все-таки списки эти у нас меняются достаточно часто и на 2024 год они тоже были недавно откорректированы, то обратите внимание именно на этот момент, чтобы не оказалось, что вы свято уверены, что ваша деятельность не подлежит применению ККТ, а вам выставили штрафы, которые, ну, в общем-то, сейчас, ну, скажем так, более существенные, если говорить не политкорректно, то достаточно большие. Сроки регистрации и перерегистрации кассового аппарата сейчас уменьшены, то есть если раньше мы в течение 10 дней это могли сделать, то сейчас только 5 дней. И у нас сейчас усилены требования к кассовым чекам. То есть на самом деле, если раньше было требование, чтобы был указан только там ИНН на название предприятий, там, например, Иванов и номер ИНН, то, во-первых, сейчас большое внимание уделяется тому, чтобы было четко прописано, четко пропечатано достаточно читаемым шрифтом, то есть требования к шрифту описаны очень конкретно. Как вы видите на экране, то есть вот эти технические подробности у нас указаны, но на самом деле переводим на пролетарский язык, то есть текст должен быть читаемым, четко отпечатанным и должна быть размещена информация не только о предприятии и его ИНН, но и достаточно понятно, скажем так, должна быть отпечатана информация о том, что это было за услуга или за товар. Ну и тоже чисто техническая, наверное, функция, то есть сейчас возможность более оперативно вносить информацию в реестр ККТ, то есть если появляются какие-то новые или изменяются требования к уже существующим аппаратам, то естественно эта информация появляется более оперативно. и еще немножко информация, так сказать, правового характера. То есть все, в общем-то, вновь принятые требования направлены на повышение прозрачности наблюдения и полноты применения контрольных аппаратов и платежных терминалов. Ну и также упрощение документа оборота по переводу его на электронные рельсы, потому что в этом случае сокращается, ну, во-первых, элементарное потребление бумаги, а во-вторых, количество работников, которые должны эту бумажную информацию обработать, внести, передать и так далее. То есть в связи с этим в общем-то изменения у нас были такие. Ну, во-первых, изменения в рельсных процедурах, когда к вам приходит физически какая-то комиссия и проводит оперативные мероприятия. То есть им разрешено, как я уже говорила, пересчитывать наличные деньги в кассе, проводить выемку документов и применять видео и аудиозаписи. Так что будьте аккуратны. Если ваши продавцы через прилавок ругаются с какими-то посетителями, то эти посетители вполне себе могут быть контролирующими сотрудниками фискальных органов. Дистанционная проверка, это когда к вам подключаются к вашему оборудованию, к вашему оборудованию, то есть к кассовым оборотам, к компьютерам и так далее. И, естественно, к вашим виртуальным, скажем так, хранилищам, то есть к личным кабинетам, к другим сведениям, которые у вас в электронном виде хранятся. Самое неприятное в этом, что получила налоговая инспекция право блокировать платежные терминалы, то есть не кассы, а паратами, а платежные терминалы. Налоговая может провести временную блокировку. Если у нее возникли сомнения в том, что вы все операции сопровождаете кассовыми чеками, то есть в этом случае может у вас быть блокировка до 90 дней, вы можете отменить эту блокировку и ранее, если подтвердите, что вы приняли все меры и эти недостатки устранены. То есть, естественно, вы должны в этом случае назначить виновных, написать, какие карательные мероприятия вы к ним применили, и что теперь вы белые и пушистые. Ну и на самом деле, два пункта не сказать, чтобы они совсем уж новые, то есть это запрет мнимых и притворных расчетов, когда, например, через кассу проводятся какие-то процедуры, которых не было на самом деле. И изменения касательно реквизитов первичной документации. Если переводить на русский язык, то это то, что кассовый чек становится первичным документом и принимается для подтверждения расходов. На самом деле, это, в общем-то, правило действует уже достаточно давно. Единственное, что раньше не все кассовые чеки принимались к отчетности, например, к балансовой отчеты, но сейчас практически кассовый чек это документ, который имеет силу первичного документа и практически во всех бухгалтерских отчетах принимается во внимание. И еще немножечко это по процессу блокировки. То есть у нас, как мы уже говорили, кассовые документы и расчетный терминал в 2004 году налоговая инспекция получила право заблокировать. То есть, собственно говоря, причины, по которым это может быть применено, у нас достаточно четко прописаны. То есть, если обнаружены проблемы, такие, как несоответствие регистрационных данных, ну, например, адрес установки кассового оборудования, например, отсутствие отчетов. Ну, естественно, если налоговики получили какие-то выводы о том, что вы проводите махинации при работе с кассовым оборудованием. В этом случае вы должны будете подтверждать, что, как я уже сказала, вы определили круг виновных лиц, провели какие-то административные мероприятия, все-все-все устранили и подтвердить устранение этих причин вы можете вот такими-то документами. Так же, как и в других случаях, когда, например, применяется приостановка деятельности предприятия, ну, то есть вам дается период определенный для того, чтобы устранить такие мероприятия. Если это было проведено у вас в результате, например, дистанционных проверок, то, естественно, вы должны получить уедомление о том, что применена блокировка и какие от вас требуются действия для того, чтобы эту блокировку отменить. Ну, практически, что приостановка деятельности предприятия, что блокировка терминалов расчетных или кассовых, естественно, для, например, розничной торговли или торговли услугами, это, естественно, достаточно болезненные процедуры. Поэтому предприятие само в таких случаях очень модерировано как можно быстрее такие проблемы решить. Вот спорное, спорное, скажем так, не то, что спорное, а то, что вызывает много вопросов, это вы видите у меня на экране пункт шестой, то есть предотвращение злоупотреблений. Вот этот вопрос, ну, скажем так, он четко не описан и вызывает много, на самом деле, вопросов на практике, то есть а что такое предотвращение злоупотреблений, то есть если, например, несоответствие адреса, то это устраняется достаточно несложно и быстро, а в других случаях что имеется ввиду под злоупотреблением. то есть недостаточно проработан такой вопрос, но тем не менее, если вы получили от налоговой, конечно, какие-то мероприятия, то есть уведомления, требования, инструкцию, то, естественно, вы должны ее в этом случае выполнить. И еще один небольшой момент, это штрафы. как вы знаете, в 23-м годах у нас штрафные санкции выросли, причем выросли по многим аспектам, не то, что это за какой-то конкретный документ, а, например, статистика начала штрафовать уже реально предприятия и размеры штрафов от 70 до 150 тысяч. Военкоматы начали применять штрафные санкции, причем сразу с таких сумм, то есть, 400 тысяч и выше. Я уже не говорю про, допустим, работу с ценными бумагами, где штрафы были изначально очень высокими от 500 тысяч. Но в настоящий момент за кассовую технику тоже штрафы у нас большие, как вы знаете, и за нарушение кассовой дисциплины. То есть, у нас есть штрафы за отсутствие неприменения или применение с нарушениями кассовой техники и за нарушение кассовой дисциплины, то есть, за нарушение, которое связано с документами по оформлению кассовых операций. При этом у нас штрафы налагаются за неправильное оформление чеков. Ну, здесь штрафы, наверное, на данный момент минимальные, потому что неправильное оформление чеков устраняется один раз с настройкой того, что отображается в печатной форме чека. То есть, это не то, что повторяется из раза в раз и, допустим, требует каких-то очень изощренных ремонтных процедур. То есть, это достаточно отработанная система. Вот, необходима регистрация налоговых органов уже сейчас тоже, наверное, из области фантастики, потому что все знают, что кассовый аппарат должен быть зарегистрирован, причем в определенные сроки. Чаще всего на данный момент мы можем встретиться с несоответствием реальных данных тем, что зарегистрировано в налоговых органах. То есть, например, изменение адреса, что была указана одна торговая точка, а аппарат используется на другой торговой точке. Ну, то есть, это, пожалуй, самое распространенное нарушение. И у нас есть определенный перечень видов деятельности, когда штрафы не назначаются. То есть, в каком случае штрафы не применяются. Ну, практически это случаи, которые соответствуют правилам, когда предприятия или предприниматели или физические лица имеют право не применять кассовую технику. Но, тем не менее, это нужно проверять на соответствие сегодняшнему положению дел. Напомню, что это у нас федеральный закон 54 тире ФЗ и касаются эти послабления, когда вы занимаетесь продажей периодических печатных изделий, то есть, газеты, журналы и так далее. То есть, продажа ценных бумаг, в этом случае вы работаете с другими информационными ресурсами. Если вы проводите обеспечение питанием сотрудников и учащихся образовательных учреждений, то есть, школ, колледжи и так далее. Обеспечение, то есть, торговля мороженым, если вы, например, в киоске производите торговлю мороженым, ремонт обуви и окраска обуви, и, соответственно, вспашка огородов или распилов кадров. Ну, пожалуй, вот, спашка огородов и распилов кадров это немножко более экзотические виды деятельности, но, тем не менее, достаточно сезона, это сейчас у нас весна, и скоро эта услуга будет достаточно актуальной. Ну, и напомнить, что у нас от применения ККТ освобождены самозанятые, поскольку они работают с приложением мой налог, который, в общем-то, всю необходимую информацию поставляет и фискальные органы, и банки, и так далее. А сейчас мы с вами снова переключимся на наши демо-базы и поговорим вот о чем. То есть, на самом деле, работа с контрольно-кассовой техникой автоматизирована практически во всех конфигурациях 1С уже достаточно давно. Каких-то революционных шагов по автоматизации этой работы во всяком случае в 2024 году у нас не приключилось. То есть, у нас в основном изменения касались законодательных мероприятий. А где мы можем в 1С работать с контрольно-кассовой техникой? Ну, пожалуй, наиболее распространены такие конфигурации, как розница или управление небольшой фирмой. Это конфигурации, которые рассчитаны на малые предприятия, то есть, на маленьких продавцов. И точно так же это реализовано и в бухгалтерии, и в ERP. Собственно, основной мотив это настройка этого блока и настройка у нас осуществляется в два этапа. Сейчас мы с вами посмотрим, напомним, точнее говоря, что у нас есть в бухгалтерии и что у нас есть в ERP. Начнем мы с бухгалтерии, то есть у нас с вами есть возможность, вот у нас бухгалтерия открыта, и здесь у нас есть раздел администрирования, то есть, так сказать, грубые настройки, и есть уже конкретно справочники, отчеты, ну, уже более тематические группы. То есть работа с кассовым оборудованием у нас в бухгалтерии активируется через раздел администрирования и подключаемое оборудование. То есть под подключаемым оборудованием мы можем сейчас чуть-чуть вот так делаем, чтобы нам было видно, ну, то есть выбрать тип оборудования, например, либо все, либо контрольно-кассовая техника, ну, либо какое-то другое, и здесь уже подключаемое оборудование, мы задаем более полную информацию о том, что мы подключаем, не забываем проставить этот флажок, что устройство используется, и дальше выдаем форму, как должны быть отправлены электронные чеки, то есть, соответственно, либо через ОФД, либо СМС, то есть, как вы видите, настройка чека по умолчанию, то есть, как вы видите, здесь настройка задается тех полей, которые имеют красное подчеркивание, и обратите внимание на параметры подключения, то есть, все-таки здесь у нас может потребоваться помощь вашего айтишника, особенно при установке драйверов, здесь все-таки техника может вызвать вот этот раздел, может вызвать некоторые вопросы у пользователя, когда потребуется участие уже айти специалиста. в ERP у нас этот блок активируется немножко по-другому, то есть, раздел НСИ и администрирование в разделе продажи мы с вами выбираем продажи, у нас есть оптовые, есть розничные. В розничных продажах мы, соответственно, то есть, если оптовые, мы выбираем оптовые продажи, то здесь задаются параметры оптовых продаж, как вы видите, работы с заказами и так далее. Я сейчас его закрою, чтобы он пока не отвлекал от основной темы. И есть раздел розничные продажи, где уже флажок розничные продажи обозначает, что мы будем использовать контрольно-кассовую технику и, допустим, если мы проставляем флажок несколько кассов, соответственно, у нас может быть не один ККМ, а несколько разных точек расчета. И здесь мы уже задаем конкретные условия использования, все, что касается особенностей вашего бизнеса. Хочу напомнить, это тоже далеко не новость, то есть, при вот таких настройках самое основное это внимательно читать, какие вы ставите отметочки, потому что каждая отметочка в этом блоке практически обозначает, что вы активируете какие-то функциональные опции и, значит, в дальнейшем вы должны их либо более тонко настроить уже в тематических разделах, ну, либо смотреть, где вы это используете. После того, как вы в разделе инсы и администрирования сделали настройки в разделе продажи, мы можем переключиться в этот раздел, в раздел продажи, и здесь уже, видите, у нас вот он есть блок меню, где указаны конкретные подробности работы с определенными, например, с рабочим местом, с чеками ККМ и обратите внимание, у нас есть еще практически в этом разделе и в других точно так же присутствуют дополнительные настройки, которые касаются именно данного раздела, то есть и раздел продажи, и раздел закупки имеют дополнительные настройки инсы, ну допустим, вот то, что у нас есть, более тонкие настройки с условиями продаж, договорами, ну то есть с тематической информацией, и в бухгалтерии, и в ЕРП, у нас, ну скорее, как бы, основной блок, это рабочее место кассира, то есть это для специалиста, который работает с розничными продажами, у нас с вами есть рабочее место кассира, часто встречается аббревиатура РМК, ну и, в общем-то, информация, которая загружается из кассового аппарата, который, практически, наверное, сейчас большинство работает с онлайн-аппаратами, то есть это у нас отчет о розничных продажах и отчет о розничных возвратах, и обмен с подключаемым оборудованием, если оно у вас имеется оффлайн, то есть когда чеки передаются не по мере их создания, например, ну раз в день, там, при закрытии кассовой смены или с какой-то другой периодичностью, в бухгалтерии у нас с вами, вот так, мухгалтерию с вами откроем, ну, соответственно, мы с вами посмотрели, что подключение кассового оборудования и в разделе продажи, у нас с вами тоже есть блок розничные продажи, и, соответственно, здесь у нас розничные продажи, чеки, розничные, отчеты о розничных продажах, ну, переоценка, то есть, документы на самом деле такие же, то есть документы о розничных Это отчет о розничных продажах позволяет загрузить всю информацию о продажах в вашу конфигурацию. И, соответственно, это уже идет в разрезе номенклатурных элементов, и эта информация отображается уже и в бухгалтерских проводках, и, допустим, в налоговых. То есть уже более подробная информация, которую не надо вручную выносить. Обратите внимание, что здесь у нас точно так же есть отображение эквайринговых операций, то есть, соответственно, это безналичная оплата. И здесь точно так же мы должны сделать настройки, то есть как минимум установить банк, с которым мы работаем по эквайрингу, аппарат, который работает по эквайрингу, и форму выписок, который мы получаем из банка. В общем-то, разница может быть в том, что указывается, например, комиссия банка в сумме чека или отдельно. Ну, то есть тоже есть свои определенные тонкости. Революционных, слава богу, каких-то изменений вот в этих блоках у нас пока мести не наблюдается, пока мести отсутствуют они. И мы используем тот же алгоритм, который применяли при оформлении операции в прошлом году. То есть, как я уже сказала, у нас расширены полномочия налоговых органов, что, в общем-то, на программе не особо сказалось. Расширены права дистанционного контроля и увеличены штрафы. Потому что, несмотря на то, что я вот тут достаточно сокращенно показала, мы с вами еще чуть-чуть позже, я вам покажу слайдик, где расширены штрафы. То есть, на самом деле, штрафы-то у нас за ККМ достаточно большие. А здесь у нас с вами слайдики, то, что мы уже посмотрели, то есть, это вариант, как мы подключаем в бухгалтерии кассовое оборудование, контрольно-кассовое оборудование. И что здесь у нас могут быть проблемы с установками драйверов, для чего нам, в общем-то, потребуется помощь IT-специалиста. Остальное мы можем заполнить и самостоятельно. И как это у нас реализовано при работе с ERP, то есть, это тоже раздел инсы и администрирования. И здесь мы заполняем параметры розничной торговли, то есть, задаем активацию нужных блоков, проставляем вот такие красивые зеленые галочки, чек-боксы. И помним, что красивые зеленые галочки, это как минимум один или несколько блоков, которые у нас активируются в тематических разделах. То есть, либо продажи, либо закупки, ну, соответственно, в зависимости от того, с чем мы работаем. И еще один момент, то есть, соответственно, если мы хотим изменить какие-то данные, нужно проверить, чтобы соответствующие изменения у нас были внесены в учетную политику. Учетную политику. Сейчас мы с вами вернемся к нашим слайдикам. Изменения в учетную политику у нас вносятся через раздел, допустим, вот, если мы берем бухгалтерию, то это у нас раздел главное, меню настройки и организация. То есть, вы сейчас видите у меня на экране перечень моих юридических лиц, соответственно, я должна войти в какое-то свое юрлицо и карточки юрлица выбрать необходимую мне ссылочку. В моем случае это вот эта учетная политика. И в учетной политике, ну, либо создать, вот у меня создано на 2024 год, созданы правила. И, соответственно, здесь я уже смотрю, какие изменения я должна внести для того, чтобы то, что у меня есть в действительности, было еще подтверждено документально. В ИРП, сейчас мы переключимся вот на ИРП, у нас, собственно говоря, это раздел МЦИ и администрирования, раздел организации, точно так же, как и в бухгалтерии, я попадаю в список, в журнал моих юридических лиц. И в карточке юридического лица я редактирую, только немножко по-другому, там у меня гиперссылка в верхней панельке, а здесь у меня закладочка учетная политика. Но, тем не менее, я точно так же проверяю все и по ссылке перехожу, ну, по гиперссылке я перехожу в нужный мне объект. Обратите внимание вот на что, я просто напомню, это на самом деле тоже не новое, что в ИРП мы можем создать, например, одну учетную политику и прикрепить ее к разным юридическим лицам. Ну, например, у меня на общем режиме работает вот и Андромеда Плюс, и Деловой Союз, и Металлсервис. Я могу создать одну учетную политику и прикрепить к этим юридическим лицам. А в бухгалтерии я для каждого юрлица должна создать свою индивидуальную учетную политику. И в этом случае, даже если у меня несколько юридических лиц применяют одну и ту же науглополитику, то я для каждого из них в бухгалтерии, сейчас переключусь, вот, для каждого из них в бухгалтерии должна создать свою учетную политику индивидуальную. И, соответственно, вот она у меня будет отражаться в журнале, но... Так, сейчас мы вот так вот сделаем немножечко, чтобы нам не загоражило. То есть, мое юридическое лицо, и у него своя учетная политика, даже если она сама по себе такая же, как у других моих юридических лиц. Так, сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. И слайдиков у меня осталось уже немного, наше время, к сожалению, заканчивается. И вот еще, что мне хотелось вам сказать, на что обратить внимание. То есть, в разных конфигурациях у нас встречается, как я уже сказала, рабочее место кассира, РМК, то есть сокращенная аббревиатура, которая, собственно говоря, автоматизирует работу непосредственного специалиста с чеками. То есть, новый чек, возврат по чеку и так далее. И вот здесь мы видим с вами будет реестр чеков, которые мы сделали за рабочий, например, день. РМК, рабочее место кассира у нас встречается не только в этих бухгалтериях, а как я уже говорила, это конфигурации для маленьких компаний, то есть розница, управление нашей фирмой и так далее. Но это основное рабочее место, которое вы применяете при розничной торговле, когда у вас работают сотрудники с кассовыми, с кассами, с фискальными регистраторами. Ну, то есть, с любыми девайсами, которые сопровождают работать с денежной наличностью. И напоминаю, чтобы вы проверили первичные документы, то есть, оформление договоров материальной ответственности, оформление разрешения на работу на данном рабочем месте. Ну, то есть, так сказать, местные локальные акты, которые обосновывают право данного сотрудника работать вот с этим блоком. Ну, и последнее, что мне хотелось бы еще вам напомнить, это штрафные санкции. В общем-то, очень хорошо сгруппировали, если можно так сказать, сведения по этим данным. Достаточно много информационных ресурсов. Вот один из самых удачных, это, наверное, клерк или главный бухгалтер. То есть, у нас есть расчеты, которые без применения ККТ за это самые крупные штрафы, как вы видите, от 75 до 100%. При этом у нас есть минимум 30 тысяч, даже если вы не применили кассовую технику при оплате, там, например, 300 рублей, у вас минимум будет 30 тысяч рублей. Это для организации, то есть, для юридического лица. И для должностного лица, вот в этом случае, обратите внимание, у нас должностное лицо, приравненное к предпринимателю, то есть, от 25 до 50% суммы расчетов без ККТ. При этом у нас минимум 10 тысяч, то есть, минимум 30 тысяч для юрлица, и минимум 10 тысяч для физического лица. Это при повторном нарушении, у нас при остановке деятельности до 90 суток. Обратите внимание, это не блокировка терминалов по расчетам или что-то такое, это при остановлении деятельности. Для должностного лица это дисквалификация. У нас с вами имеется справочник о дисквалифицированных лицах, и, соответственно, в этом случае вы в него попадаете, и, ну, естественно, в дальнейшем это может вызвать определенные проблемы. А вот если вы нарушили правила работы с денежной наличностью, то в этом случае у вас будут справы немножко поменьше, но все равно, конечно, неприятные. То есть, если у вас, например, кассовая техника каких-то устаревших образцов или что-то неправильно в регистрационных данных, ну, как я уже говорила, самый распространенный, это может быть не тот юридический адрес, например, или, например, не то юридическое лицо, то в этом случае у нас будут штрафы от 5 до 10 тысяч, минимального размера здесь не установлено. Если у нас регистрация, ну, регистрационные сведения не соответствуют данным, то в этом случае для должностного лица у нас штраф от 1,5 тысяч до 3 тысяч. То есть, как вы можете посмотреть на эту самую табличку, такой штраф, ну, на самом деле, это один из самых маленьких, и можно сказать, устное предупреждение по нынешним реалиям. Если у вас неправильно настроена печать чеков, то есть, например, если у вас в чеке не указано полное наименование предприятия или какие-то другие реквизиты не указаны, или неправильно указана фамилия предпринимателя или название вашей организации, ну, то есть, если не соблюдены требования к основным реквизитам чека. В этом случае для организации у нас штрафы от 5 до 10 тысяч, и для должностных лиц то же самое, от 1,5 до 3 тысяч, так же, как и в предыдущем пункте. То есть, в этом случае вы можете отделаться предупреждением, что, к сожалению, редко бывает, ну, и чаще всего это штраф от 1,5 до 3 тысяч. За невыдачу чека. За невыдачу чека. Здесь уже немножко по-другому. Для организации это штрафные санкции до 10 тысяч рублей, или предупреждение предпринимателю или штраф до 2 тысяч рублей для должностного лица. То есть, в принципе, штрафы не такие критичные, конечно, как за неприменение кассового аппарата, но тем не менее. Если вы работаете с продажей билетов, то вот в этом случае продажа билетов у вас то же самое. То есть, это бланк строгой отчетности де-факто. И если вы не выдали кассовый чек или другой какой-то документ о том, что с вами произвели расчет, то здесь организацию уже до 30 тысяч оштрафуют, а для должностного лица или для предпринимателя 10 тысяч. То есть, штрафы выше, как вы видите. Ну, если в этом случае у нас расчетные документы выдает водитель, то в этом случае штраф будет для водителя до 1 тысячи рублей. А вот если вы не ответили на запросы от налоговой инспекции, то вот здесь вы рискуете, кроме того, что заплатить штрафные санкции, вы рискуете попасть в черные списки, которые существуют, и, соответственно, потом придется предпринимать телодвижение для того, чтобы из этих списков вас исключили. Но в этом случае штраф будет от 5 до 10 тысяч, а для должностного лица, как бы самый нижний потолок штрафов, для должностного лица или предпринимателя штраф от 1,5 до 3 тысяч. И, соответственно, вот этот вот пункт, если вы не ответили на запрос налоговой инспекции, открывает дорогу налоговой инспекции для предъявления вам других претензий. То есть в этом случае налоговая может затребовать от вас какие-то дополнительные документы, которые связаны с тем запросом, который вы проигнорировали. Ну, то есть понятно, что вот это вот лучше. Лучше отвечать как можно раньше, как можно более подробно. Теперь мне хотелось бы вернуться к началу нашей встречи, к нашему титульному листу, чтобы напомнить вам наши контакты. Электронная почта, телефоны, сайт. И пригласить вас к сотрудничеству. Мы благодарим вас за время, которое вы для нас выделили, за интерес к нашей информации. И надеемся, что мы сможем быть вам полезными. И в других аспектах мы проводим все работы по семейству 1С. То есть и программирование, и внедрение, и разработка новых каких-то форм, отчетов и так далее. Так что приглашаем вас к сотрудничеству и предлагаем свои услуги. Надеемся быть для вас полезными. На этом разрешите с вами попрощаться. Всего доброго. Хорошего дня.